Без новогодних бандеролей остались жители Юго-Запада. С декабря они не могут получить писем. Почтовое отделение, к которому они привязаны, закрылось на ремонт. А в другом – небывалые очереди. Как получить письма счастья, знает городской дозор. Это почтовое отделение не в состоянии вместить всех желающих. Поэтому очередь за письмами и посылками приходится занимать на улице. Народ торопится получить новогодние подарки. Ведь в декабре выдать все отправления в отделение не успели. На все и сразу у почтовиков элементарно рук не хватает. Сейчас уже где-то полчаса сижу и думаю, что еще минут сорок мне придется здесь пробыть, отрывая время от своих дел. Оказалось, почтальоны здесь работают не покладая рук. Просто клиентов вдруг стало в два раза больше. Соседнее отделение закрылось на ремонт. Вот и посылку Марины сюда перенаправили. Только свою бандероль ей пришлось искать аж три недели. Объявление на закрытой почте постоянно кто-то срывает. Но и найдя нужный адрес, получить отправление, женщина боится не успеть. Ну, здесь невозможно получить, потому что полный зал народа. И, видимо, она вернется. Они хранят только месяц. Так что я у вас бандероль уже не получу. Поначалу в зале работал всего один оператор, рассказывают посетители. Сейчас их трое, стало получше. Но с закрытым отделением на Волгоградской все равно не сравнить. Ну, все закрыли, все сюда. Но вообще им всех сюда приписали. Наверное, надо разгрузить это почтовое отделение. Потому что к ним ходят получать очень много народа. На почте просят посетителей немного потерпеть. Уже скоро одно из крупнейших отделений на Юго-Западе вновь откроется. Сейчас там возобновлена работа с клиентами. Но, по-видимому, возникают незначительные технические проблемы, связанные с переездом отделения, которые оперативно устраняются. И эта ситуация носит временный характер. Отделение на Волгоградской не только ремонтируется, но и модернизируется. В частности, там будет установлен вот такой же почтомат, который позволит получать посылки в любое время суток. Оценить новинку пользователи почтовых услуг смогут уже в феврале. Юрий Шумков, Алексей Юдин. Городской дозор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова